Банковская система Республики Молдова Знакомясь с банковской системой Республики Молдова, кто я знаю не понаслышке Я всегда удивлялся цифрам итогов года Привлеченных кредитов, да, кредит выданных, объясню так людям просто Кредитов дано на 100 тысяч прибыльность данного банковского учреждения При котором ценные бумаги не занимают основную, допустим, позицию Составляет десятки, сотни тысяч лей, миллионов лей, извините, оговорился Миллионов лей, при котором реальной работы нет Скажите, пожалуйста, что это напоминает? Я вам одно могу сказать, что сегодня весь, почти весь банковский сектор Молдова Это МММ Что я имею ввиду под МММ? Сегодня, к сожалению, украдены деньги, несмотря на вот эти все спекуляции Я имею ввиду информационные спекуляции Что один банк предлагает какие-то условия, второй там еще лучше и так далее Сегодня, чтобы вы знали, что украдены деньги практически из всех банков в республике, в стране Сегодня есть горсточка бизнесменов, которые шантажируют филатой и плохотникой Знаете, чем? Что вы либо будете как-то нас поддерживать через нас, банк Либо мы обрушим банковскую систему А вы понимаете, что сегодня наш обрушение банковской системы в предвыборный, в год выборов В год выборов, это сегодня смерть всему альянсу за евроинтеграцию Если сегодня лопнут 2-3 банка в стране и будут тысячи людей стоять в очередях А это, к сожалению, рано или поздно произойдет Только я думаю, что эту ситуацию они отпусят после выборов То есть, есть проблема намного страшней того, что озвучили вы Что, скажем так, прибыль показывается одна и так далее Ну, то, что это полоскаются и моются деньги, это ясно Я не говорю про это, вы не поняли Просто они украли деньги, украли и оставили ту массу наличных денег, которые сегодня украли деньги практически всех физических лиц в стране И вы в этом убедитесь Это, знаете, та же история А вы знаете, вы можете сейчас обрушить всю банковскую систему Это, к сожалению, вам поверят Послушайте, сегодня я могу сказать одно Я эту ситуацию проходил с моим любимым, в кавычках, другом, тоже в кавычках, Горбунцовым по истории Универсалбанка Когда меня обвиняли в рейдерских атаках Причем обвиняли те, которые организовали их на другие банки Я говорю про банки, где экономии, там, агроинбанки и так далее, и так далее Когда я выходил на пресс-конференцию во всей телекамере страны Хотя, если бы это была рейдерская атака, поверьте, я нашел бы 5000 долларов, чтобы отправить подставное лицо Если бы это на самом деле было Когда я выхожу во всей телекамере страны и говорю В Универсалбанке в сутки отмывается от 10 до 20 миллионов долларов США Крадутся деньги физических лиц, и так далее, и так далее Что у нас произошло? После этого вышел председатель Национального банка с одним заявлением Типа, у нас нет никакой информации, подтверждающей слова Рената Усатова Кто-то из силовиков вышел и сказал, да вы что, если бы отмывались сутки от 10 до 20 миллионов долларов Мы бы давно приняли меры, там, нет оснований верить Усатому Но что происходит? Через 5 месяцев, когда Горбунцову дали покинуть страну Который еще по дороге украл 1,5 миллиона евро Уходя на выходе из банка Поделось там 6 или 7 уголовных дел Которые, во-первых, отмывание денег Хищение денег вкладчиков физических лиц Причем не только молдавских вкладчиков Он даже там обу Гражданина Израиля, гражданина Казахстана То есть, все то, что говорил Усатый на пресс-конференции на всю страну И против чего и все власти тогда, скажем так И все представляющие власти отмекивались Это подтверждено уголовными делами Этот негодяй сегодня в Интерполе Который ограбил всю Российскую Федерацию И также у нас в данном случае ограбил Молдову И я рад тому, что вовремя это было остановлено По крайней мере, грабеж, я имею в виду, был остановлен Потому что он понимает, что сейчас пойдут проверки И аудит банка будет Все это всплывет, ему придется сесть в тюрьму И мы, по крайней мере, этот грабеж блокировали Понимаете, у нас обо всем говорят Но говорят после То есть, даже в ситуации Когда уже произошло Не просто произошло А когда просто очевидно, что этого человека прикрывали Не мог он отмывать десятки миллионов долларов Красть деньги в пачку без того, что... Давайте скажем спасибо России, которая затребовала его экстрадиции Сейчас затребовала его в Молдове, в России Тоже уголовно В России я затребовала, уже в последней новости В Лондонском суде рассматривается Пока что там сводят на физическое состояние Которое невозможно дать показания Там закон работает Переходим к следующему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!